В студии Анна Шамбадал, Дмитрий Соловьёнов. Доброе утро! Мы напомним, что тема эфира сегодня — День сбора трав, и мы продолжаем говорить про травушку. Итак, как стать ближе к природе? Ну, конечно же, петь о ней, петь в поле, прям вот выйти, и хорошо, чтобы... Выступление следующего коллектива — это всегда только живой звук, многогранный вокал и разнообразный по жанрам песни и музыка. У нас сегодня в студии народный коллектив — ансамбль казачьей песни «Дубрава», который исполняет песню «Акапельно», друзья, на секундочку. Здравствуйте вам! Здравствуйте! Мне кажется, там вот «Здравствуйте, люди добрые!» Расскажите, пожалуйста, мы знаем, что большинство участников вашего коллектива собирает травы, это правда? Это правда. Да. Как это здорово. Мы каждый год собираем иван-чай, вот мы вам, кстати, принесли гостинчик, чабрец, душицу, сегодня вот принесли полынь. Полынь. А вот для чего полынь, кстати говоря, нужна? Да. Это вот чтобы злых духов там отгонять? Или чтобы пелось легче? Хорошо, песня будет русская, мы правы? Мы правы? Казачьи. А почему вы поете вот в основном такие песни? Ну-ка, расскажите. Можно чуть поближе микрофон? Мы их любим. Вы их любите. Да, потому что песня дает силы. То есть она вообще в поле, как вы сами сказали, в лесу, она очень помогает собирать травы. Слушайте, ну а вот действительно какое-то единение у вас происходит с природой, когда вот вы все вместе, тем более, если собираетесь, правильно, идете по траву, так скажем. Поют. И поете, да. Волей-неволей начинаем петь, не сговариваясь. Так, я думаю, что сейчас вы начнете петь, а у нас просто отовсюду начнет трава колосить, поэтому мы уже хотим наступления этого момента. Оставляем в студию, да, Дим? Да, пожалуйста, поехали. Ты полынь трава, да полынь горькая, да что, что не я тебя, да полынь сеяла. Что не я ли тебя, да полынь сеяла, да ты, ты сама, злодейка да у, уродилася. И сама злодейка да у, уродилася, да за, заняла в саду даме место доброе. Место доброе, да хлеба ровное, да как, как на том месте дави виноград растет. Виноград растет, да чернослив цветет, да чернослив цветет, да черная гадада, да кукус мородины. Прямо сейчас вот мы как будто не в студии, а в поле русском, да, или в лесу. Мы как и говорили, вот у нас трава и заколосилась прямо за нами, да. Ну что же, мы знаем, что вы пришли к нам сегодня с подарками и хотели бы нам их вручить. И мы хотели бы их получить. Спасибо. Это все? Господи, мы подарим. Так, девушки, девушки, а вот это мне, вот так. Это в чай. Я себя сейчас Леонида Маркадьевича чувствую. Может, душа? Ох, спасибо большое. Полынь, мы тоже можем взрыв духов разгонять. Да, пойдем в баню. Мы обязательно. Ань, взрыв духов разгоняй, пожалуйста. В баню. Спасибо большое за вашу прекрасную песню, за вашу атмосферу, которую... Аня, успокойтесь. Слушайте, мне полынь, кстати говоря, больше понравится завтрак. Пока, Аня, кайфует. Почти. Нюхали, мне очень нравится. Спасибо, спасибо вам огромное. Мы все-таки, я попытаюсь напомнить, что у нас в гостях был коллектив, ансамбль казачьей песни «Дубрава». Абсолютно все они травники, между прочим. И точно так и вас поздравляют абсолютно с этим праздником. Итак, если у вас нет возможности выбраться на природу, попеть песни, как у нас сегодня это произошло, то хотя бы прогуляйтесь по городу. Здесь много уникальных исторических объектов, например, арбитражный суд. Давайте посмотрим прогулку по городу и какие-то интересные факты уже возьмем на примету.